Дорогие друзья, всем огромный привет! Очень рада вас приветствовать! Сегодня приготовим вкуснейший и нежнейший тортик. Очень простой, а непосредственного времени на приготовление понадобится совсем-совсем немного. Итак, для начала нам нужно заморозить кефир и ряженку. Из них мы сделаем очень-очень вкусный крем для торта. У меня уже замороженный. Вообще, кефир у меня всегда в морозилке есть. Очень получается вкусный творожный сыр и на бутерброды, и в роллы я его добавляю вместо Филадельфии. В общем, такая штука незаменимая. Освобождаю от упаковки. Теперь душлаг поставила в миску. Застилаю чистым полотенцем и кладу замороженные ряженку и кефир. Теперь можно сверху еще груз какой-нибудь поставить, чтобы побыстрее разморозить. Холодильник я убирать не буду, у меня будет размораживаться целый день. К творожному сыру добавляем 200 граммов сгущенного молока и все хорошо перемешиваем. В итоге получится вот такой очень нежный и вкусный крем. В тортик можно добавить любые ягоды, фрукты, кому что больше нравится. У меня сегодня будет малина, дачная, ароматная и недачный банан. Банан нарежу кружочками. Собирать тортик буду в прямоугольной форме. Я ее застелила пищевой пленкой. И нам понадобится печенье. Можно взять печенье шоколадное, не шоколадное. В общем, кому что нравится, у меня вот такое овсяное сегодня. Все, собираем наш быстрый, простой тортик. На дно я положу немного крема. Теперь укладываю слой печенья. Вновь крем. Теперь слой фруктов или ягод. Я выложу сначала банан. Сверху смажу немножко кремом, печеньем. Теперь ягодки малины. Сверху крем. И еще один будет слой печенья и затем банан. В мисочку поломала половину плитки шоколада. Да, у меня шоколад горький, можно и молочный, кому какой больше нравится. Добавлю 2-3 столовые ложки молока. Я 3 добавлю. И пару столовых ложек растительного масла. Отправляю в микроволновку, чтобы шоколад полностью растопился. Буквально секунд по 20 буду каждый раз хорошенько перемешивать. Вот шоколадка полностью растопилась. Немножко помешаю, чтобы остыло. И заливаем сверху тортик. Отправляем в холодильник пропитаться на несколько часов. Идеально на ночь. Возвращаемся. Тортик постоял в холодильнике. Аккуратно перекладываем на тарелку. Краешки можно обрезать. И подаем тортик к чаю. Тортик получается восхитительно вкусный и очень-очень нежный. Попробуйте приготовить. Я от всей души желаю вам приятного аппетита. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч! Пока-пока! Увидимся! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok